Добрый вечер! Добрый вечер! Дамы и господа, внимание, внимание! Дамы и господа, внимание, внимание! Торжественная церемония вручения Всероссийской поэтической премии Послушайте имени Велимена Хлебникова! Объявляется открытой! Дамы и господа, внимание! 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 КОНЕЦ 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 Андрей Орловский, ну, Андрей Орловский, вы где? Что тормозим? Андрей Орловский, Арс Пегас, Арсений Волчанов, Михаил Безликий, Михаил Безликий, Эй, поэты за сцены, выходите все сразу, это все, это ваш выход продуманный такой красивый, не получается, выходите все сразу, я вас представлю, все, идите сразу, все, кто сейчас за сцены, Саша Без, Саша Без, поклонитесь им, Семен Иссари и Стефания Танилова, Вот они, герои, значит, дорогие друзья, априори, чтобы не было слухов и всего, сразу сообщаю, для нас, для оргкомитета премии, послушайте, это настоящие удивительные поэты, вот, а дальше мы уже судили и старались заставить наших судей, чтобы они судили именно за дела, То есть, кто где, какие стихи там исполнял, кто за собой поэтов ввел, и вот такие залы организовывал, как я сейчас, то есть, я должен был получать эту премию все три года подряд, в первую очередь, конечно Спасибо Но у нас все-таки премия именно молодых поэтов до 30 лет, в каком-то смысле она дается за будущие заслуги, то есть, что поэт может еще совершит кучу дел, то есть, мы как бы прогнозируем в каком-то смысле И хочу еще объявить еще одну вещь, что в конце нашего первого отделения, вот этого вручения, нам еще, у нас очень много интересного, Юрий Юлианович Щурчук нам послание аудио сделал, мы его обязательно публикуем У нас еще вот от Елены Григорьевны Дропека пришла вот представитель Ольга Алексеевна Баландина из Госдумы и тоже нам что-то скажет, именно как послание У нас еще много-много всего кто, и вот здесь вот на первом ряду они сидят, вот, это замечательные, удивительные люди И сейчас, конечно, поскольку мы... Александр Абрамович, скажите, можно вас, на секундочку Александр Абрамович Вот я вас позвал, чтобы вы вручили номинацию, и вы ее сделаете, вручите А можно вас попросить вызвать сейчас вот на эту сцену хозяина, хозяйку того человека, кто, так сказать, благодаря которому мы здесь все собрались, этого помещения? Хорошо Если у этого помещения есть хозяин или хозяйка, будьте добры, выйдите, пожалуйста, сюда Пожалуйста, аплодисменты, хозяйки Генеральный директор гостинного города Просто Володя не сказал, кого я вызываю, я поэтому так странно вызвал, но я считаю, что нам всем очень повезло Дорогие друзья, позвольте приветствовать лауреатов и гостей сегодняшнего мероприятия И, наверное, я не открою секрет для многих сидящих в этом зале, что гостиный двор, находящийся в самом центре Санкт-Петербурга, являющийся его сердцем Нам в этом году исполнилось этому зданию 227 лет И много-много лет он был не только местом для торговли, а тем местом, которое было частью культурной жизни нашего города И когда город был столицей, и многих-многих мероприятий И вот уже на протяжении достаточно длительного периода времени мы возрождаем эти традиции И здесь в гостинке арт собираем и проводим много мероприятий, которые оставляют заметный след в культурной, спортивной Мы даже турнир по домино здесь проводили, спортивный, в других в областях жизни нашего города Поэтому позвольте всех вас приветствовать, я надеюсь, что вам у нас будет комфортно Лауреатам позвольте пожелать дальнейших творческих успехов Тем, кто не стал лауреатами, тем более, что это премия для молодых Хотелось бы пожелать и сказать, что у вас еще все впереди, у вас у всех еще будут новые победы Ну, а лауреатам от гостиного двора вручат дисконтные карты наших постоянных покупателей Мы надеемся, что вы будете приходить сюда не только получать премии, но и за покупками Ну и всех присутствующих, я приглашаю в наши торговые залы За покупками у нас есть товары, которые тоже достойны высокой похвалы покупателей Спасибо Спасибо огромное А вот теперь наступает тот момент, когда мы здесь все собрались Старшее поколение, младшее поколение Вы знаете, премию «Послушайте» основал Театр поэтов «Послушайте» в 2010 году А Театр поэтов «Послушайте» вместе со мной основал тот человек Имя которого сейчас назовет Александр Абрамович Друзь И которому Алексей Германович Лышников вручит картину Внесите, пожалуйста, черный ящик У нас еще черный ящик есть Там-та-та-та Музыка Где? А где фанфары? Звук? Звук где? Я должен еще музыку давать и вам ему музыку Черный ящик На сцену Александр Бравович, вы сейчас нас откроете, я, конечно, могу спросить вас, что там. Там лежит диплом, естественно, который сверху первый берите и объявляйте, кто. Диплом, на котором написано, гуру лауреата Всероссийской премии имени Велимира Клебникова, послушайте. За заслуги в деятельности театра поэтов послушайте награждается поэт Людмила Александрова. Людмила Александровна! Круто! Она не знала! Не включите в горло солёжника микрофона. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мне нужно довести. АПЛОДИСМЕНТЫ И картину, пожалуйста, картину. Нет, ещё не всё. Картину вынесите, пожалуйста. Алексей Германович Лушников оказался ещё и художником, не только членом жюри нашей премии. АПЛОДИСМЕНТЫ Господа помощники, Алексей Германович, можно вас? Устаньте, пожалуйста. Вот. Художником он не оказался. Это так, баловство. Добрый вечер. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы судили нашу премию, да? Вы ещё член жюри, да? У вас есть какие-то пару слов впечатления о том, что вы видели вообще? Я совмещал гендерный признак и некое стремление к девичьей поэзии. И вот некое такое вот совмещение, мне кажется, дало результат вот в этих самых вот результатах. Надеюсь, он оправдается в будущем. Конечно же, я голосовал за женщину, и по всей видимости, как я здесь убедился, в красивую. Поэтому, надеюсь, я буду держать кулаки. Спасибо. Картину Лушникова где? Вынесите все картины вообще тогда. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что такое-то? Алексей Германович? Он не досмотрел, не досмотрел, Володя. Почему он? Это ваше? Хорошо. Ну тогда вручайте. Фанфары давайте, фанфары. Горо-лауреат премии, послушайте имя Елена Хребникова, Людмила Александрова! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, Александр Бравович. Спасибо. Люда, а с вами вообще не хочешь там поцеловаться, руку пожать там? Как-то вот с президентом премии. С президентом? Объясняю. Она не понимает, почему она гору лауреата премии, послушайте. Значит, в 2003 году, то в 2003 году, в 1998 году было движение «Послушайте», которое мы всякие акции безумные устраивали в этом Петербурге. И потом все-таки все это шло и шло, и именно Людмила Александрова вот сюда вот гвоздик бил и говорил «Вова, делай театр поэтов, делай театр поэтов». Я его начал делать вместе со мной. Первое, все, что происходило пять лет на Пушкинской, девять, когда у нас был театр поэтов, который вот сейчас считается легендарным, а тогда нас все ругали так же, как и сейчас иногда. Вот. Именно Людмила Александрова тот человек, без которого невозможен был бы в свое время театр поэтов послушать. Вот так. Хорошо. Спасибо. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Новый ритм грядет, Пей с Бабо, Большорукий Идет На поэзию Бабу Сансоворот в его город Слышал, стал луну Задапливать город Нежное сало Ухватимся Под задористей Законаты снов Вира Принимай гостей Мы Солдаты слов Лира Это мое стихотворение. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну понятно, под Маяковского. Ну неважно как бы. Я бы хотел на самом деле открыть вручение, но все идет так немножко спонтанно в каком-то смысле. А вот теперь настал тот момент, когда вы, дорогие мои родители, Присядьте. Чего вы как-то стоите? Конечно. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Присаживайтесь, чтобы вам удобно было. И вот сейчас настал тот момент, когда мы готовы. Представляете? Вот я не знаю. Вот собрать этих людей сейчас в одном... Вот здесь это уже событие даже без всякой премии. Вот. Потому что это, я считаю, это звезды нашей сетевой современной поэзии. Вот. И вот теперь настал тот момент, когда вы... Докажите нам, пожалуйста, что вы вообще поэты и умеете... Как бы вот вам... Вас, конечно, назовут лауреатами, но за что? В том числе и за то, что вы умеете выступать и быть интересным большим залом. Пожалуйста. Саша Бесин. Поэм? Татуировка на сердце. Татуировку на сердце можно? Чтоб не забыть. Сердце ведь мышц и не кожа, Поэтому будет болезненно сложна. Пусть будет сложно. Главное, чтоб навсегда Так вы согласны? Да Мне вас Немного жалко Как вы сказали? Жарко? Да-да, сегодня особенно жарко Лето же Позднее осень Восемь Да, несомненно, восемь Восемь мне надо уйти Чтобы забыть по пути Все Я закончила Уже? Мне было вовсе не больно Будет Когда захотите свистеть Или попросту Выжечь Выжить Да, остается лишь выжить Завтра всего лишь суббота День, а потом на работу Более-то лет в заботах Что это я вдруг Мне пора Лето ведь, солнце, жара Вдруг Разрыдалась и шла Боль собирать по крупицам Странные люди Птицы Саша Саша Спасибо, Саша Ну, наверное, после рейки Надо что-то такое Драйва Арсений Арсипегас Арсений Молчат Хехот конем сделал Да, действительно Моя женщина Ну, еще пройди Сразу Арсений Тормози Давай Я открываю рот. Вы открываете Хеннесси. Я самовлюбленный урод с комплексом неполноценности. Здравствуйте! Давно не видели вас. Будете читать про зеленые пятна? Я просто поэт-арспегас. И если вам непонятно, мне надоели пересуды об алкоголе и о наркотиках, тоже надоели. Я понимаю, вокруг много боли, но послушайте, в самом деле, будто не сидел на героине, Христос не пускал по вене. Я запутался, где же свиньи в зале или на сцене. Я бисер мечу отчаянно, а сам бисер тоннами жру. Я кайн, обнимающий Авеля, и я никогда не умру. Улыбается Моррисон в ванной. Высоцкий дрожит со шприцом. Повсюду одни наркоманы, поэты и отчий дом. Кровь пульсирует в венах. Орут под ногами могилы. Зеленые пятна на стенах. Я зову тебя, милый, и я продолжу орать. Я продолжу идти вперед. Я не отступлю ни на пять. Я не закрою рот. Иначе все это фарс. И нет дороги обратной. Я просто поэт-арспегас. Если вам непонятно. А, спинат! А, спинат! Спасибо! А, тут цветы дарили. Ну хорошо, дарите цветы. Можно было при вручении дарить. Кто следующий? О, Надьи Доричук. Делайся просто. Ну что ж, добрый вечер всем. Спасибо огромное, что в нашей жизни еще существуют такие сумасшедшие, как Владимир Антипенко, который всех нас здесь собрал. Давай. Группа теория! Так, собственно, не группа теории, вернее, группа теории, естественно, но важно, что творчеством веду мы е. Я хочу прочесть всем вам, молодым, и те, кто, может, себя считает не таковыми, но я думаю, что все, кто здесь собран, чувствуют, что в нем еще кипит кровь. Так что мое произведение будет сегодня называться «Молодость». Тексты плакатов о правде давно не несут себя. Вера. Вера стесняется плакать и платить сама за себя. Культура против культуры! А нам говорили, что «за» из подвалов скромным изгоем. Поколение нам смотрит в глаза. Вера. Молодость. Идеалы. Бои. Рассказ о справедливости мира давно не стоил тех слов. Вера всегда так красива, но жизнь стремится в любовь. И все, что не станет светом, мы просто оставим собой. Пусть вечно ищет ответы. Молодость. Идеалы. Бой. Выбор. Цель. Свобода. Время. Играй. Слова. Мы старшие эпохи, но кто-то видит в себе лишь себя. Молодость знает ответы. Пусть каждый идет за тобой. Жизнь возрождается светом. Где молодость. Идеалы. Бой. Спасибо. И всем вам. А кто следующий, Володя? Огласи. Не особо звонит. Он не может найти нас. Он следующий. Спасибо. Сейчас я скажу. Значит, господа. А кто следующий? Вы что тихие такие? За что мы вам премию даем, а? А что нельзя вот взять и самому взять инициативу в свои руки? Кто следующий? Я скажу. А, вот. Семен Исаев! Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Миллиарды живущих на доллар в сутки. Единицы живущих на миллиарды. Я однажды дождался своей попутки. И уехал туда, где поют цикады. Мне не надо мобильного телефона. Из последней работы рекомендаций. И тем более социума ОМОНа. Мне достаточно будет моих акаций. Потому что я живу в палатке. На-на-на-на-на. Потому что я живу в палатке. На-на-на-на-на. А хотя живу я не в палатке. Я живу на Байкале и на Урале. Я живу в Коктебеле и в Семиде. Но в моих путешествиях нет морали. Просто я безнадежно тащусь от жизни. Я не пью, не курю и не ем таблеток. И не требую подвигов от народа. Перебесится общество малолеток. Я умру неизвестно какого года. Потому что я умру в палатке. На-на-на-на-на. Потому что я умру в палатке. На-на-на-на-на. А хотя умру я не в палатке. Я зайду высоко, высоко на гору. И расправлю палатку свою, как парус. И тогда, и тогда я глаза закрою. По небу покатится мой икарус. Он покатится по переулкам рая. Мне квартиры и коттеджи предложат массу. Только я ни секунды не выбирая. Поверну на кольцо, а потом на трассу. Потому что я живу в палатке. На-на-на-на-на. Потому что я живу в палатке. На-на-на-на-на. АПЛОДИСМЕНТЫ Семидан Иссарус! АПЛОДИСМЕНТЫ Семидан Иссарус! Илья, ну идите сюда. Вы уже герой. Я же вас озвучил на сцене. Вот. Пожалуйста. Вот стул есть. Присядьте, пожалуйста. Сейчас мы скоро объявим. Значит... А. И сидят тихо. Хорошо. Владимир Антибинкович. Милая. Милая. Пожалуйста. Стефания Данилова. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Всем добрый вечер. Меня зовут Стефа. Друзья мои зовут меня покурить и выпить. Я не знаю, с этой ли я земли, но каждое слово моё как выпад. И сегодня я прочитаю про реформу орфографии и про ошибки, которые всех уже порядком достали. Мне сейчас не звонят, а звонят. Сахар в чай не кладут, а ложат. Винни стал наркоманом Вонни, говорящим без гласных. Боже. Щеголяют во сенних польтах. Спорят, чьё из них красивее. Я пульнула бы из бронспойта, да достать его не сумею. На метре ко мне приезжают и в Кинье целоваться хочут. Пацаны не совсем въезжают, что заклеить бы рды им скотчем. Интересно, им платят много? В котелок, что почти не варит. Я пожертвовала бы хот-догом и купила бы им словарик. Пьют они дорогое кофе. Я по жизни люблю дешёвый. И мужчину, которому пофиг на сердечко моё большое. Он сводил бы меня в кино и ходит в чёрном пальто и ездит на метро. Только я всё ною, потому что мы с ним не вместе. Не звонит он на мой мобильный, на который десятки звонят. Я с улыбкой ношусь, дебильный, если он обо мне вдруг вспомнит. А забудет, пойду по следам же дорогого Кобейна Курта, застрелюсь, или лучше даже, отравлюсь питьевым йогуртом. Спасибо! Тепаня Данила! Спасибо! Тепаня Данила! Хорошо. Всё? Ой, ещё есть. Михаил Безликий, давайте авангард. Авангард, авангард. Авангард с вас! Привет, привет, друзья! Я не целовал тебя, не теребил губы, Ты к себе подпускала едва ли. Как получилось, сам не пойму. Короче, поэту не дали. Спасибо. Михаил Безликий! Я так понял, что Андрей Орловский не будет выступать, раз он сидит. Скажите. Я? Да. Интересно. Манерно. Милая, милая барышня, Вы для меня ненарочно. Было на сердце славишно, Стало на сердце тошно. Утром разбудит очередь, Кто здесь последний к сердцу. Милая, знаете, не хочет, Не открывает дверцу. Я могу долго читать. Знаешь, у нас в Театре поэтов не просят слова, а берут его силой. Перебивай меня и бери силой слово. Ты в Театре поэтов сейчас? Андрей Орловский, выхватывай микрофон смело. Всем добрый вечер, я поэт из Одессы. Меня зовут Андрей Орловский. Жизнь без обиды и гнева, Бессмысленна и бесцельна. Как взгляд потухшей звезды, Как солнце отказавшееся сиять. Спрячься холодное, Сбей прицел огнестрельное. Всю вину я беру на себя. Я виноват в миллионах голодных. Я виноват в сотнях тысяч пропавших. Я чумой и бичом народов, Был палачом всех и чужих и наших. Чья-то жизнь искрится и тухнет В спальном районе за гаражами. Я был обоймами в Приднестровье, В Сербии выгнутыми ножами. Норд-Ост, Беслан, Тегеран, Косово. Пытал, минировал, убивал. Просто так я вся кровь на руках фанатов. Я, спаливший два города, Атом 41-45, Я возглавлял мясной цех. Без разбора, в кровавую баню. Христианин, буддист, мусульманин, Старый дед и ребенок малый, Я вырезаю всех. Я присваиваю себе вину за отчаяние, За каждый грамм в тротиловом эквиваленте, За каждую убившую пулю. Ваша жизнь испорчена мной До самых основ окончательно. Время начать другую злость, Разъедает людей, как финка распарывает брюшину. Нечего больше злиться и мстить. Пусть свою душу мир золотает. Давай, планета! Любите женщины, мужчины, будьте мужчинами! И осознался уже во всем, И нечего искать виноватых. Как возвращающийся с трех смен домой, Черные в сафель зачеркнутые рабочие люди, Смоем всю копоть, всю гарь, всю боль. Второго шанса у нас не будет. Станем чище, откроем правду, Станем светом, забудем тени. Возьмите за руки всех тех, кто рядом. Возьмите за руки всех тех, кто рядом. Возьмите за руки всех тех, кто рядом! И пусть так будет. Хотя бы мгновение. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Супер! Вот сразу видно, профессионал человек. И поэт. И все умеет, и может. Все. А теперь у нас марафон объявлений лауреатства. Значит, ситуация в том, что нет лауреат по итогам интернет-голосования был известен уже заранее. То есть сегодня утром. 21 тысяча человек проголосовало, между прочим. Что? Ну, извините, конечно. Это уже дело там... Все вопросы... Докажите сначала это. Почему? 21 тысяча ВКонтакте проголосовало. Там... А как там? Там нельзя накручивать. Можно накручивать только мне нравится там под фотографиями. Нет, ребята, нет. Там все четко было. Ну, мы не будем это обсуждать. Вот. Но ситуация в том, что нет лауреатом стал поэт Семен Исаев. Семен Исаев! А где санквары? Че успите? А... Прошу, прошу. Семен Исаев! Господа, Семену Исаеву дарит картину Борис Филиппов, Боря, выходи. Эту картину уже в интернете увидела, я думаю, миллион человек, не меньше. Борис Борисович Филиппов, тот художник, чьи картины вы наблюдаете вот здесь вот в соседнем зале. Можно и дальше... Да. И так же Боря еще... Семенского, Кирилевского острова. Она называется Илисы. Илисы. Вот. Смотри как. Смотри. С гадочкой. А сидит тут потом. Да. Борис Борисович Филиппов еще подарит огромную картину главным победителю. Вот. Вот. Ну что, вы пожали друг другу руки там, все, да? Подождите. Стоп. А вдруг все неправда. Достаньте, пожалуйста, Боря, достань, пожалуйста, диплом. Вот. Оттуда. Из черного я считаю. Хорошо. О, молодец. Первый. Первый. Сверху, который один. Читай, Борис. Победителю... Победитель интернет-голосования за настойчивость, упорство и любовь к интернет-пространству. Спасибо. Спасибо. И любовь к интернет-пространству. Президент Атимика. А вы не точно. Цветы-то кому? Цветы. Да? Хорошо. Спасибо. Горь, мы вас еще позовем обязательно. Да. Спасибо. Все. Молодец, Семен. Ура. Семен приехал из Белоруссии. Он белорусский поэт. Я так. Ура. Да. Хорошо. Олег Горкушин. Олег, можно вас? Вот у меня просьба. Вы можете в этот ящик четыре сразу туда погрузиться, так сказать, и достать сразу четыре диплома? Сразу. Только пока ничего не смотрите и не говорите. Четыре. Да? Значит, дорогие друзья, ситуация такова. Любое соревнование, любая премия – это всего лишь игра. Так же, как тысячные доли секунды, когда спортсмены на Олимпиаде, вот тысячные доли секунды, да, что-то имеет значение. Вот в том голосовании, которое было у нас, иногда были и тысячные доли секунды, имеется в виду уважаемых членов жюри в их душах. Вот. Но сейчас мы назовем тех людей, которых уже оргкомитет премии, имеется в виду и члены жюри в том числе, назвали и считают достойными и рады, если эти поэты будут нести знамя именно почет лауреатов всероссийской премии. Послушайте, имя Леонида Хлебникова и их имена назовет Олег Горкуша. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте еще раз, вот много людей-то. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, значит, диплом по отчетному, ребята, с российской премии имени, соответственно, Леонида Хлебникова, я на свет выйду, то писачков не очень хорошо вижу, за свершение в области продвижения поэзии к людям награждается поэт Семен Саев. О, опять Саев! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дело в том, что... БЕЛАРУСЬ! БЕЛАРУСЬ! Я за тоже. Дело в том, что в прошлом году у нас Арчик был поэт, триумф-лауреат, но он же стал и нет-лауреатом, то есть нет-лауреатство это такое дополнительное, это зрители как бы выбрали, а здесь уже кто жюри. Спасибо, Семен, классно, супер. Я тут без шапочки буду, хорошо? В смысле, читаю, без шапки. Награждается за свершением в области продвижения поэзии к людям поэта Андрей Арурский. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Дальше, дальше, дальше. Нет, не надо. Нет, дальше. Так, дальше. За свершением в области, опять же, продвижения поэзии к людям награждается поэт Михаил... Михаил Мишликов. АПЛОДИСМЕНТЫ Так. Шкорные карты. От гостиного двора. Ну и последняя грамота, диплом. Надия Доритюк. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Может, меня стих, да, едва? Она смотрела на мужчин Без осмысления причин И взглядом очень тонким Голола их иголкой И делала прически И мерила наряды И жгла свои расчески Чему была и рада И у нас свои записки И там стихи писала Про счастье и риски И след большого зрала Во сне была актрисой И красотой душила И старые курицы С печалью долго шила Шила, шила, шила Спасибо Я стоял на углу Друг главных улиц практически в полночь И мысли за мной тянулись Как старая сволочь Преследуя тень мою Душа в спину Нелепо подошли ко мне мужчины И с дрожью в голосе и в руках Я в их глазах увидел страх Каково же было мое удивление Что это всего лишь злое похмелье Я дал им денег Чтоб не испытывали муки А один из несчастных Поцеловал мне руки Спасибо До счастья, здоровья Поэтам, славы И всего самого доброго Спасибо, Олег, огромное Спасибо Ну да, кто же поэт Чего ж Людям нравится Значит, поэт Ну вот видите, какая история Это осталось Кто же, кто же Их трое Их трое А можно Алексея Нилова Алексей Нилов Вы в зале? В зале Алексей, выйдите, пожалуйста Вот, кстати, я вам дам микрофон Но перед этим Можно фатфары И в черный ящик Алексей Дипломчик возьмет Поэт Арт Пегас За свершение выпусти Продвижения поэт Людям Оргинальность идей Эко Эко Лауреат Премии Послушайте Эко Лауреат Премии Послушайте Эмени Хребникова Арсений Молчанов Арс Пегас Эко А вот теперь смотри Вот тебе тоже микрофон Можете пару слов Общаться Вот писатель Читатель Вот писатель Не поет Если пишет То писатель Все мы немного писатели Я не так прочитал Да, это Эго Лауреат Я то, что внизу Сразу По сути Эго Начинается Сверху Хорошо Скажи, пожалуйста Алисей Когда ты смотрел Как тебя Арт Пегас Я чаще смотрю на женщин Арт Пегас Хорош Я сказал, что я очень С опаской отношусь К общественной деятельности И резким движениям Поэтому я больше Так в лирику Хорошо А Арт Пегас Раступал сейчас Да, как бы Понравился Да, я говорю Понравился Но как бы это не Не мое Супер А вот вкусно Должно быть так Одно нравится Одному Другое Другое Так и должно А кто из жизни Тебе больше Повпечатлил Вот милым дамам Которые две остались Я как раз поставил Высшие оценки Спасибо Алисей Милов Спасибо Спасибо большое Очень интересно Что так много народу Собирается И обсуждают Вот такие Казалось бы На сегодняшний момент Для некоторых людей Политических И общественных Неважные вещи Мне очень приятно Что на таком уровне Все проводится Спасибо, Алексей Мы очень рады Что вы нас посетили Спасибо И особенно То, что вы у нас Члены жены Ну что, Арсений Поздравляю тебя Ну не уходи Пока иди в зал А фанфары Можно вот Когда я объявляю Что-нибудь там Иногда включайте Так потихонечку Ладно Хорошо Вот видите Как осталось Совсем немного Ой Даже не знаю А можно вот Алексей Германович Достанет Следующего Лауреата Физиальщика Алексей Германович Диплом Драма Лауреата Всероссийской Премии Елимира Хребникова Награждается За свершение В области Продвижения Поэзии К людям И яркость Сценического Образа Поэт Саша Бес Саша Бес Панфары Надо тут Панфары Так нет Я просто очень рад Что вот именно Такая вот Удивительная Женская лирика Которая Я знаю Слепой что ли Так вот Мне кажется Что это очень важно Вот такая вот Искренность Такая девичесть Такая женственность И вообще Мне кажется Что что здесь происходит Происходит удивительно Я никогда не думал Что у нас Такие поэты Я никогда не думал Что такая подача Такая энергетика И вообще Мне кажется Я поражен Спасибо большое Володя За то что меня Вытащил Спасибо огромное Всем Что это вообще Можно увидеть А вам втройне Браво Ура Я буду вместо Фонбар Ура Саша Можешь что-то сказать Слов нет Хотела победить Конечно Я понимаю Мне очень приятно На самом деле Драма лауреата Это Ну это классно Спасибо Спасибо Саша Без Драма лауреата Дорогие друзья На самом деле Пусть она сидит На самом деле Значит Сейчас Вот как только мы объявим Мы еще не знаем Кто конечно Триумф лауреат Наши премии Но как только мы его объявим Тут же Мы в зале Раздадим листочки Где будет указано Все данные Кто За кого Чего проголосовал Вот За кого Юрий Юлианович Шевчук За кого Алексей Германович Лушников За кого Дмитрий Полковников Герой России Он тоже сегодня пришел За кого Вот Да Очень приятно И вот Все 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 Я вот перед каждым Кто был у нас в жюри И сейчас находится Абсолютно перед каждым Готов Ну так По пять По десять минут Постоять на коленях Если хотите За то что вы сюда пришли Честно Хотя бы по десять минут Вот И слышите вот то что сейчас происходит Да Но У нас есть традиция Уже Она уже третий год почти Вот сейчас будет скоро И традиция такова Что Главного победителя Триумф лауреата нашей премии Вручает Объявляет Писатель Илья Астонов И тут я хотел бы И тут я хотел бы один комментарий сказать Илья Выходите пожалуйста пока Дело в том что Илья Астонов Это тот человек Благодаря которому В том числе Произошло то что мы сейчас наблюдаем В моей жизни и судьбе Лично в моей Меня зовут Владимир Антипенко Я руководитель театра поэтов Послушайте В Санкт-Петербурге Президент Всероссийской премии Послушайте имени Велимира Хребникова Это все я И поэт еще Еще сумасшедший Человек Вот Но Вот именно Благодаря ему Это правда Кстати благодаря Алексею Лушникову Тоже имеется Когда вот Слушаем передачу Но именно Илья Астонов Почему-то Я не знаю почему Как я его не позвонил Он мне все время говорит Я готов там все открыть И он вот Все время с нами Ну он сам скажет А чего скажут А чего скажут Вставай Ну что могу сказать Ну да Сейчас прочитаю Ну вообще хотел сказать Что Ну трудно поверить Что поэт Может быть Какой-то заметной фигурой Типа там Времена не все Поэт Ну как бы Насколько мне отсюда Можно засудить Там В Москве Это такой Ну скорее Апсос такой Не очень как бы Популярный человек А у нас вон Такой вот Живильный есть Володя Я вообще предлагаю Все время Ну Антипенко Что это за фамилию Нужно Взять псевдоним Антипенко Допустим И было бы лучше уже Хорошо 100 лет Надо взять фамилию Антипенко Я Антипенко Не не надо Антипенко Ну как бы Да Поэт Вот девушки Хорошо тут у вас вообще Ну правда Зашел Прям порадовался Ну вряд ли у поэтов Когда-то будут деньги Зато будут восхищенные взгляды девушек А у девушек Восхищенные взгляды Вон Антипенок Ну как бы Вообще нормально Мне кажется Получилось Правда? Если согласны Ну поаплодируйте Ура Читаем Читаем Диплом Поэт Стефания Данилова Стефания Данилов Стефания Данилова голосование продуло. Слушайте, в жюри одни мужчины. Ну какой Арт-Пегасович? Ну я голосовала за него. Обычно голосую за себя, но я очень сильно уважаю творчество этого поэта. Ну на самом деле, выиграть тут прямо и было конечно моей мечтой, но я вообще этого не ожидала. Я не ожидал. Никто не ожидал. Но есть жюри, которое я так выбрала. Пожалуйста, раздайте листочки вот эти с голосованием жюри в зал. Сто штук их напечатали. Слышите. Сейчас вы забыли. Спасибо всем, кто голосовал за меня. Сэр, давай стих, ну-ка. Сходу давай, быстро. Счастье у тебя. Давай. Он не берет трубку, потому что я ему не звоню. Он не пишет мне писем, потому что я не прошу их. У него есть Джек Дэниелс, девочки в стиле Нил. И еще ему с неба подарили звезду большую. У меня есть глаза, меняющие окрас. Сигарета в зубах на коленях следы падений. И большое-большое сердце ему как раз. Только он никогда, никогда его не наденет. А вот теперь, все-все, уже скоро все закончится. Но на самом деле, вот именно теперь, сейчас наступил тот момент, самый главный, то, ради чего все это и происходило. А именно, начало процедуры вручения главного приза Всероссийской премии, послушайте, имени Велимена Хребникова! Я не понял, а где приз вообще? А музыки нет, да, у вас? Мы без музыки. Хорошо! Да не надо хамфар уже. Идите, встаньте на сцену, не надо вы, встаньте на сцену, пожалуйста. Вот здесь, плотненько, встаньте, пожалуйста. В два ряда, в два ряда. Кто-то наверх. Я режиссер еще теперь буду, имеется в виду. Кто-то наверх, поднимите картину, чтобы видно было. Вы тоже, Влад, наверх, встаньте, пожалуйста, наверх. Встаньте, встаньте, да, встаньте наверх. Так, подождите, а я что-то не наблюдаю еще одну картину. Ага! Во! Выносите! Сейчас мы будем объявлять кто и что О, Бариса Филиппова Картина большая, огромная Так, ну вы раздвините, чтобы ее видно Это было, художники Эй, чуть-чуть подвиньтесь Пожалуйста, туда Нет, нет, нет А вы вот сюда Прекрасно, хорошо Вы сами понимаете, господа Что нужно объявить Тех людей, кто Меценаты, художники Они и так ищут меценатов Чтобы у них покупали там картины А художники ищут сами, меценаты Они взяли и подарили Вот согласились главному победителю Вот этому человечку В данном случае Уже подарить Наши картины И я все-таки хочу назвать наших героев Олег Прегнер Есть в зале Олег Поаплодируйте, пожалуйста Олег Прегнер Илья Жигуров Но его нет в зале, к сожалению Александра Невская Покажите, встаньте, покажите Чтоб зал увидел Встаньте, пожалуйста Вставайте, пожалуйста Когда я объявляю Выше, выше, выше Александра Невская Саша, где вы? Вот эта женщина прекрасная В золотистом кафтане Александра Невская Анастасия Нильская А это сам художник держит? Во, сам художник здесь, на сцене А, Пинна Зюзина Можете вот так вот Вот сюда поставьте Лена Данилова Лена, это ваша работа? А где Лена Данилова? Есть в зале? Она из Волгограда Не успела доехать Хорошо Евгения Антибов Покажите, пожалуйста Евгений, Женя, вы где? Евгений вообще Он член жюри нашей премии Никас Сафронов Никас пришлет нам привет Вынесите альбом, пожалуйста Никаса Сафронова Альбом Никаса Сафронова Вынесите, пожалуйста Альбом Никаса Сафронова Я просил, пожалуйста Хорошо, я тогда озвучу Это альбом Там находятся картины Никаса Сафронова И написано Художнику слово От художнику живописи Вот что-то в этом духе Его так и не вынес Хорошо Ну вынесут Стефи, мы тебе его сейчас подарим Отдадим И Борис Борисович Филиппов Специально для премии Кого забыл? Ой Владислав Прилепский Это сам художник Владимир Горохов Поднимите, пожалуйста Володя, где ты? Горохов, ты в зале, я знаю Володя Отзовись Где ты там? Володя, вообще нормально Твою картину здесь показывают А ты там где-то гуляешь Наверное, хорошо так Владимир Горохов Вот его картина Спасибо Он тоже член жюри Ну вот А вот то Большую штуку Нарисовал Борис Борисович Филиппов Боря, выходи Сюда, вот сюда, сюда Жепс, ну вот тебе и слой И ты еще член жюри Ну, ребята Я в этом вообще-то Когда пишет Рисует Творчеством занимается Он уже человеком не становится Он снимает с себя кожу Он снимает всего Все Все с себя снимает И остается Плодь и кровь И когда все это выкатывается на голос Потом он как-то Приходит в себя И уже Ну, становится человеком Но не сразу Вот А тот вот Который внутри у него Тот Я даже стихи свои Написал по этому поводу Несу Где-то начало Всех начал Постигла мысль До пирамид Лучисто солнце Луна Печаль Биение сердце Шелесты Пауза 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 Остановка Замри Замри Водопад Бесшумно Плывет по небу Облаком белым Случай 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 Молния Мысль Замерла Где-то Где-то Реальность Звездою С рассветом Ушла Потеряно Время Время Часы Тикают Пене Сердце А тот Который Внутри Любит Чарует И сердится Вот это Посвящаю поэтам И всем творцам Которые По-настоящему А это Когда ты ее нарисовал? Как пришла Так и вышла Да ладно За этот месяц Ну что Я не знаю Если вы говорите А придум Как я прикоснулся На холст И потащил Три дня Вот А потом А потом уже все Это же Несется И все Несется Несется А потом Раз И ты уже И ты уже Там И здесь Здесь и там Спасибо Трудно 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 говорить О творчестве Поверьте мне Верю Я сейчас Пока я сейчас С вами Спасибо Борис Аплодисменты Трудно А потом Я вез Эту картину В час пик В московском метро И все проклял Потому что Я боялся Что я ее просто Не довезу Но к счастью Она Обрела своего Нового хозяина Вы вместе Выбирали Да Да Выбирали Я ее выбрал Собор Поверь Что выбрано Здесь Все шишки На него Да ладно Хорошая картина Я там На взвод Здоров Если мало Что То все шишки Будут тебе Это ты выбрал Понимаешь В чем дело Если бы Допустим Ты выбрал Другую картину То Стефании Досталась Другая картина Логично Вот Хорошо Стефаня Давай Пару слов Что скажешь Пару слов Я даже не знаю Что сказать Я еще тут Отхожу С лиха культурного шока Но пользуясь случаем Объявлю Пожалуй Два таких Мероприятия На которых Меня можно будет Увидеть Завтра И послезавтра Завтра И послезавтра Я выступаю В кафе Кипяток Как раз С людьми Непосредственно Касающимися Этой премии Итак Завтра мы выступаем С почет лауреатом Андреем Орловским Где он? А он стоит Вот там вот Да Можете ему похлопать На самом деле Андрей Не грусти Я думала Что ты выиграешь Тоже Спасибо Спасибо Так Я еще не закончила 11 числа Мы выступаем С членом жюри Солой Моновой Имеет право Давайте Похлоп Она замечательная Я очень ее люблю Также у меня с собой Есть Ну где-то штучек Пять моих книжек Кого вдруг заинтересовало Подходите Можно их будет Приобрести с автографом Спасибо большое Подожди Это еще не конец Присаживайся Там Можешь пока Картины порассматривать Кстати Итак Господа Вы знаете Что Сегодняшнее Музыкальное оформление Вот то Что сейчас Вы слышали В начале На пианино И саксофон Это были Пианист И музыкант Композитор Василий Шишкин И саксофонист Джазовый Михаил Чернов Дядя Миша Давайте поаплодируем За то Что они Это все Нам помогли Здесь Мы все делаем Своими силами Выйдите пожалуйста Сюда Василий Шишкин Ваша Девы Василий Шишкин Дядя Миша Скажите Свои добрые слова Нашим ребятам Ребята Говорю вам Добрые Вы все Замечательные Вся эта Великолепная Семерка Вы все Друг друга Стоите Вы Потрясающие И я вас люблю Спасибо От Юрия Победителям То что На самом деле Она Очень Очень Питильно Относится К этой премии К этому Событию Сегодня Получился праздник Я шла Я честно Хочется поэзии Хочется тепла Любви всем Счастья И удачи Спасибо Спасибо Это было послание Елена Григорьевна Тропетка Ну и собственно Кстати И от Ольги Алексеевны Тоже В том числе Она Между прочим Заслуженный Работник Культуры Российской Федерации Вот Еще у нас Сюрприз Есть Готово? Слушаю Ребят Послуживание Проверили Так делают Вообще Звука Вообще Нет Включайте Как-нибудь Ну Это не моя вина Ребята Я честно Юрий Рянович Честно Обсудил Вовремя Позвонил Я с ним договорился Что он нам скажет Какие-то слова Он их сказал Знаете Что Я опубликую Это в интернете Мы все В интернет Входим И в интернете Можно будет Услышать Послание Юрия Ряновича К нашему Лауреату И спасибо Юрию Шевчуку За то Что он с нами И еще У нас есть подарок От Константина Григора Андреевича Пшенков Константина Андреевич Выходите Мы все-таки Решили Что подарки Все Должны Доставаться Главному Нашему Победителю А именно Вот этой Девушке А вы знаете Что Стефани 19 18 лет Вообще Спасибо Спасибо Большое Вы знаете На самом деле У меня Уникальный подарок Вы все Знаете Это здание Где работает Товерический дворец Да Вот Дворец Потемкина Начала работать Первый российский Парламент Да Вот Ну сейчас Парламентская Ассамблея А на самом деле Это поэтический Дворец Именно здесь 100 лет Отмечали Пушкина Именно здесь Был конгресс Поэтический Когда было 200 лет Пушкину Поэтому Я думаю Что 300 лет Со дня рождения Пушкина Мы снова отметим В Таврическом дворце И вы там Обязательно будете Если Я уже К тому времени Они меня поднесут Вот Я вам вручу Подарок Так что Поздравляю Желаю вам успехов Благополучия Ну и всего самого Доброго И можно его Спасибо Константин Андреевич Хорошо Еще у нас Подарок От Журнала Золотой червонец Монетка Нашему Бауриату Триумфу Бауриату Его вручает Член жюри Валерий Пресняков Собственного Директор Золотого червоза Пожалуйста На сцену Что он фармит Щепчика Подделывается Щепчика Отключается Знаете Это единственный Меркантильный Подарок На этой сцене Он маленький Коррекционный Очень Очень Дорогой Монетка Специальный сертификат Компотности И с очень Драгоценным Драгоценным Металом Спасибо 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 И Также Где полет На спортивном самолете Журнал Авоська Вот я с Авоськой Ходил Где она Вынесите пожалуйста Авоську Авоську В студию От журнала Авоськи Тебе есть сертификат И Как бы Ты Полетишь Со своим другом На спортивном самолете Вот У меня такое впечатление Что у меня бросили все Я один здесь Вот Поверьте мне Что это Авоська Была Меня кто-то видел с ней Там есть этот сертификат Правда Вот И еще какие-то подарки Вот Мы их обязательно вручим Может быть Тогда в начале второго отделения Да Чтобы это совместить Кстати во втором отделении Наши поэты Будут выступать И будут еще выступать Разные группы Коллективы И потом Наши лауреаты Уедут На машинах На мотоциклах Поедут по Невскому На Дворцовую Будет шествие С флагами И так далее Что? Это тем кто Пока место Только на лауреатов К сожалению Вот Но если там есть Одно местечко Почему бы нет Можно вот Алексей Германович Попросил Поездить тоже На своей машине Вместе И повезет Твоих друзей Повезете? Главное не завести Спасибо Вот Я бы хотел еще позвать Александра Бравовича Друзья Сюда Позвали Сказали пару слов От того Что вы сегодня Вдруг Остались Вы хотели уйти Остались Чтобы вы что-то сказали И в конце Вашей речи Позвали сюда Всех финалистов На сцену Окей Ну Я таки Просто Ухожу Через две минуты Но Сценическое действие Требует Что тот Начинал Это все Это должен И закончить Вообще Не планировал Говорить В конце Стеф Я все-таки Скажу И На это Меня подвигла Такая история 19 лет 18 Люди Еще не всегда Адекватно Воспринимают Действительность Может быть Поэтому Из них Получаются Хорошие поэты Уже И впоследствии Остались Я просто Вспоминаю Такую историю Есть Я просто Вспомню его Хорошо Был такой Замечательный Поэт Грузинский Надеюсь Все поймут Правильно Звали его Шантару Ставель Он сказал То что Спрятал То пропало То что Отдал То твоё Я к чему-то говорю Картин 10 А лауреат Еще Не получивший Нервной Картины Пяти Об этом Стоит Подумать Спасибо Раздайте Раздайте Пожалуйста Вот там Неужели Поэт Нет Ты свой Человек Возьми Раздайте Да дайте мне Посмотреть Эти листочки Сейчас Посмотрим Спасибо Александр Бравович Спасибо Огромное Все Сейчас Мы уже Завершаем Совсем Осталось Совсем Немножко Пожалуйста Финалисты Все Выйдите На сцену Срочно Срочно Все На сцену Финалисты Премии Послушайте Все Лауреаты На сцену Поздравляйте Свою Подругу Свою Товарищу Вот И Мы Конечно Хотели бы Сказать Слова Благодарности Нашим Партнерам Можно Секундочку Тем Организациям Которые Благодаря Которым Все это Тоже Состоялось В первую Часть Комитет Молодежной Политики Общественной Взаимодействии С общественной Организацией Санкт-Петербурга Но я Чуть позже Озвучу Эту А сейчас У нас Есть Пожалуйста Арсений Арсений Мерзаев По крещению Арсений По паспорту Арсений Сейчас мы Должны Вручить Последний Дополнительный Приз Раз Два Два Слова о том Почему мы Эту книгу Вручаем И что это За книга Это Книга Альбом Гениального Русского Поэта Его Книги Изданы Примерно На 50 языках Их Более 100 Во всем Мире Дважды Или трижды Он намерялся На Нобелевскую Премию Это книга Геннадия Николаевича Айги Русского Поэта Авангардиста Моего Старого Друга Пять лет Назад Он Ушел Из жизни И здесь Есть И цикл Всехтворений Посвященный Велимиру Хлебникову И в свое Время Он Был близким Другим И Алексея Крученых И Бориса Пастернак И получил Премию Пастернак Так что Читайте Радуйтесь Это одна из Пультовых Книг Русского Авангарда Поздравляю Еще раз Спасибо А все И дорогие Друзья У нас Еще Есть Еще Подарки От Издательства Евразия Где ты Владислав Трофимов Влад Владислав Тащи Все Что ты Принес Где оно Пока Ты Идешь И тащишь Я прошу Сюда Выйти Евгения Антипова Пожалуйста Женя Вот На самом деле Евгений Художник Картинист Стоимость Работы Которого Оценивается Десятками Тысяч Долларов На самом Деле Чтобы Вы Знали Раз Два Раз Два Два Знаете Вообще Феномен Поэта Состоит Из двух Ипостасей Собственно Первый И наверное Самый Важный По крайней Мере по моим устаревшим Представлениям Это текст А второе Это подача Вот То что касается Подачи Наверное Все вы где-то Близки Гениальности По крайней Мерему По моим Ощущениям Первую часть Напускаем Ибо У вас Впереди Возраст Годы Которые Надеюсь Вы проведете В правильном Правильном Направлении Наверное Постарчески Это будет Самая Правильная Рекомендация Правильным Ити Вышли правильным путем Товарищи Между тем Я вот где-то Хотя тоже Выбирал По генторному признаку Чего уж там Потому что Других критериев По сути не было Но где-то В глубине души Я болел За представителей Беларуси Потому что Потому что Правильномыслящие Люди Я не распространяю Это на всех Присутствующих Залях Возможно Другими Но правильно Мыслящие Люди России Душой За Беларусь Все так Переживают Не меньше Чем когда-то За Ливию Или сейчас За Сирию Ваша Составляющая Я говорю О большинстве Из присутствующих Авторов Политическая Гражданская Составляющая Восхищает У нас не лектория Жень Давай быстрее Я Собственно Это все Что я хотел сказать Все Что мы с Владимиром Хотели сказать И нам это удалось Помогать Спасибо Спасибо У меня реактива Спасибо Вас готов Шевчук Врубайте Слушайте Юрий Шевчук Послание Политической Премии Послушайте Имени Эмиро Хребникова Слушайте Хорошо Сегодня Кто захочет Послушать Пройдет к Алексею Вот он с ноутбука В ноутбуке звучит А не идет На общий звук Все Ну что Я очень жалею Что Не могу Присутствовать При награждении Замечательных Ребят И девчонок Которые Занимаются Главным делом В этой жизни Творчеством Мы сейчас Находимся В Мордовии Где кстати Так же Как и наши Коллеги Читаем стихи Поем Питни Скажу вам Что это Востребовано В стране И Дай бог Всем Здоровья Удачи Всего самого Хорошего Как говорил Замечательный Зочинка Невозможно Постойте Постойте Немножко Ладно Все Осталось Совсем Немножко Особенно Вот с картинами Значит Господа Поэтическая Всероссийская Поэтическая Премия Послушайте Благодарит Своих партнеров А именно ООО Большой Гостиный Двор Газета Невское Время Сетевой Журнал Город 812 Журнал ООСКО Стайл Журнал Золотой Червонец Студия Дизет Видео Телеканал Вот Ваше Общественное Телевидение Интернет Телеканал Искусство ТВ ООО Премьер Видео Театр Фантазеры Центр Поддержки Современного Искусства Невский Мастерскую Натальи Берех Давайте Поаплодируем Этим ООО 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 Это ООО ООО Теперь уже Надо разбираться Где сертификаты А где какие-то подарки Сертификаты Отдадим Стефани А все остальное Ребята Вам отдадим Хорошо Там еще что-то есть Интересное Так И я хочу позвать Все-таки Ольгу Король Бородюк Сюда Ольга Король Выходите Вот это та женщина Между прочим Без которой Уж точно В этом году Не произошло то Что происходит сегодня Это она Спасибо На самом деле Я рада Что у нас в Питере Происходит такое событие И я считаю Что Мы все Можем вполне гордиться Тем Что мы сделали Такое событие Которого нигде И не может быть Потому что это чисто Питерское Явление Ура Спасибо Это был Продюсер Премии Ольга Король Бородюк Издательство Евразия Давай книжечки Расставай Микрофон Во-первых Мы адресные подарки Приготовили Нет Володя Подожди Давай быстрее Адресные Вот это Володя Это тебе О Арс Пегас Арс 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 На самом деле Володя Не спешишь Давай быстрее Говори что кому Все Тогда раздавай А вот как повезет Это еще не все Господа товарищи Хорошо Есть еще подарки У нас черный ящик был объявлен Пришел кто-то с подарком Быстро Из зала Какие жадные поэты Какие вы все жадные О Есть Борис Боб Кошелохов Дедушка советского авангарда А теперь уже Российский авангардист Специально Сделал Некие Называются Это Принт листы Или что Леша Смирнов Иди сюда Расскажи что это такое Объясняю Вот с этой стороны Его рукой Он в зале Где-то Написано Каждому мауреату Именные Штуки Леша Выйди сюда А ну скажи из зала Что это такое Алексей Смирнов Член жюри Да он еще дизайнер Как объяснял Боб Это авторский репринт То есть то что будет В одном экземпляре Напечатано И больше никогда Он то ли стирает И то ли больше никому не дает Их много Рисует он их хорошо И с удовольствием Но это авторский репринт То есть это работа компьютерная Сделанная в одном экземпляре Ну то есть такое Новое слово Цифровой техники То есть Рисуем Но не копируем Хорошо Спасибо Сейчас я это раздам Еще последнее Есть у кого-то У из уважаемых Членов жюри Что Давай Триумфлауреат прошлого года Его именем Была названа Улицем В поселке Малый Петербург Спасибо Ну у меня значит Подарок Триумфлауреату Как самому крутому Вот Вот эта вот штуковина Это железное сердце Держи Поэт Оно тебе пригодится Я очень за тебя рад Кто хочет микрофон У меня тут лишний Дай мне микрофон Надея До речи Бабка Шелохов Где ты? Вот он Господа Вот этот человек Каждому поэту подписал Там еще написано Одному там Герой Другому там Упал Третий Что-то там Разное всякое написано Ну все очень Доброжелательно Хорошо Дмитрий Вам слово Дмитрий Полковников Герой России Добрый вечер Мне очень приятно Присутствовать На таком Знаковом событии Ребята Всем вам конечно Огромное спасибо За ваш талант За ваше творчество За то что вы Вот так вот Честно Открыто Несете Наверное Частички своей души В массу Я хотел бы вам пожелать Только Движения вперед Только творческих успехов Чтобы вы нас чаще радовали Удачи вам Спасибо 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 Дмитрий Еще раз хочу Повторить Последний раз Есть еще В зале У кого была энергия Но он не сказал Имеет в связи с членом Жюри Уважаем Считай На трех Вы не член жюри К сожалению Я во втором отделении Дам вам слово Боб Кашелохов Пожалуйста Хочет сказать Тот самый Художник Авангардист А чем мне нравятся Все поэты Они все ищущие А самое сложное Это пояс За это я их благодарю Спасибо Все Значит так Слушайте А можем все дружно Вместе Я сейчас закончу Имеется ввиду Завершу А вы мне подыграйте Вы знаете такое слово Пока И пока Поможете мне Хорошо После того После того После того Как я это сделаю Значит у нас будет Перерыв Десять минут И сразу Начинается второе отделение И после этого второго отделения Этих людей Увозят на машинах Кататься по городу Примерно так Ну имеется ввиду Торжественный проезд Хорошо Изоболкар форма Рыши-ши Азберс норма Пропиши Граль колосов Руснова Пли в рассвет НДП Савенова Друг Поэт Делай бесконечным Сердце Су-су-су Вот тебе товарищ Перца Мой ответ Несу Слабость Заключай в колени Молока Радость Поручай Оленю И Пока Все Слабость 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 АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА